Россия стала головой Рады Беспеки ООН. Прямо все хорошие сегодня новости, замечательные. Что это значит? Это значит, что они, конечно же, могут продвигать свои инициативы намного чаще, могут влиять на повестку дня намного сильнее. Ну и возникает единственный вопрос. А что, человечество совсем ебнулось? Очевидный агрессор сейчас у руля фактически международного сообщества становится. Проблема-то в чем? Проблема в том, что даже в 30-е годы СССР сразу же исключили из Лиги Наций. Когда она проявила агрессивные планы. А сейчас и этого-то не происходит. Ребята, когда мы спрашиваем себя, научились ли мы на ошибках 30-х годов, то я вам скажу, что мы не просто не научились, мы действуем сейчас хуже, чем в 30-е годы. И наши политики еще хуже. И тогда вы получаете ответ на вопрос, сколько миллионов жизней вы заплатите за их бардак, который они развили в человечестве. Блять, ну вот я не понимаю, вы действительно не понимаете, насколько опасна ситуация? Вот просто когда кого-то, когда какого-то полудурка назначаешь на какую-то должность, и он там полностью запарывает всю ситуацию. Вот то же самое сейчас с человечеством. Мы поназначали, повыбирали на должности таких ебанутых быдланов, которые, ну я не знаю, которые настолько... Ну нет выражений, просто ничего нет. Ну каскадная долбоеба, это вся херня, она даже не описывает и приблизительно, насколько эти политики, они, блять, неадекватны. И когда они все запорят нахуй, то это же не им платить. Они себе будут спокойно греться там где-то на пенсии и так далее. Это же миллионами жизней платить каждому человеку. Ну неужели это сложно понять? Я вот не могу понять людей, вы же простые, просто плевс, вы же просто для них черн, грязь. Вы же будете копырсаться в этой грязи. Они сверху так и продолжат наблюдать, даже если будет еще хуже. Сто раз. Это вам надо заботиться о себе, а не им переживать. И вам, значит, надо о них позаботиться, чтобы их убрать от корыта, блять, от мирового корыта решений, чтобы спасти миллионы жизней. Проблема в чем? Проблема в том, что Россия, по сути, это ноль в мировом пространстве. Но Оланд, Меркель и Обама подняли Россию на верхний пьедестал, и теперь вокруг этого пьедестала все крутится, вокруг позиции Путина. А что скажут россияне? А как умиротворить Путина? А давайте там договоримся. А как заставить Россию вступить в борьбу с исламским государством? А как, чтобы вот там помочь? А как там? И украинцы поднялись полностью на эту истерику. Такое впечатление, что в Украине абсолютно любой высер, любой как, вот пошел человек посрать. И он думает, а что Россия подумает, если я там посру не так, в унитазе? То же самое в нашем обществе. А разве не так? Постоянно говорится, а вдруг Россия, там скажут в России, в Кремле, что-то не то, новости какие-то передадут. А вдруг, вот если ты пукнешь под радой не так, то там в России скажут о тебе не то, об Украине подумают не то. В результате, ну во что превратилась страна? В кремлевскую подстилку. Не, ну разве не так? Ну вот давайте рассудим, поздравим. Разве не так? Разве не кремлевская подстилка? Та страна, которая постоянно обращает внимание на то, о чем говорят ебанутые давно абсолютно неадекватные российские новости. Которые вообще-то считают, что мы тут живем детей, блять, нахуй. И пьем кровь младенцев. Вы не ебанулись обращать внимание вообще на страну, в которой живут орки, которые уже давно ебанутые? Ну, это как называть? Вы что, прикалываетесь? Продолжение следует...